Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, я Никитос Лайф, обзор журналов. Сегодня у нас обзор долгожданный, обзор журнала за рулем, январь 2019 года. Общий номер 166 и приятного просмотра. Ус-Х 40-летие, Mitsubishi L200. Вот такой вот у нас красавчик, но Mercedes-Benz GLE, говорит и прыгает. Электроручник, в чем подвох, большой тест Kia Sportage, Subaru Forester и Hyundai Tucson. Также, Mazda 3, Bello, с на автополигоне и БУ-кроссорвер за 300 тысяч гривен. Из изменений, как видим, хотя разницы особо никакой, из изменений у нас полоска вот эта стала прозрачной. Видите, тут она не прозрачная, тут стала прозрачной. Дальше. Обновились страницы, теперь они вот так вот выглядят. А раньше было вот так. Дальше, открываем. Кстати, момент клонка редактора. Главный редактор Николай Захаренков. Вот тут у нас такая страничка. Вот. И вот. А в этом номере оно было сверху вот так вот. И вообще был чуть такой другой дизайн. Содержание автомобилей номера. Я расскажу по ходу этого номера. Вот такое у нас содержание красивое. Вот, как видим, оно новое. Вот, вот, вот такое вот содержание. И тут оно выглядело вот так. Таким вот образом. Вот видим, как-то оно чуть-чуть стало другим. Ну, на этом уже и все, конечно. Из изменений. Ну, может еще анонс заглянуть. Ну, анонс не особо сильно изменился. А отцово вообще не изменился. Это журнал мы ложим сюда. Открываем этот. И приятного просмотра полноценного уже обзора. Новости. На январе 2019 года. Момент. Выставка автомобильная. Новая Toyota Corolla. Гак какой-то. Вот тут есть еще китайский салон новой. Королла тут есть. Концепты. Skoda Kodiaq GT. Какая-то Kia. Kia Seltos еще в концепте. Дальше. Volkswagen Tcharo. Какой-то непонятный. Извините за мой английский. Он может быть немного неправильный. Тут у нас Don Quen есть. Новый Peugeot 508L. Вот он. Chevrolet какой-то. Также новая Mazda 3. Вот так она выглядит. Вот-вот. Салон новой Mazda. Задняя часть. Новости рынка. Реклама. И, наконец-то, премьера Mitsubishi L200. Огранка. Вот. Огранка. Премьера Mitsubishi L200. Вот он новенький. Тритон какой-то. Написано. Ну, не знаю. Это L200. История модели. Первый Mitsubishi L200 вышел в 1978 году. И производился 8 лет. По 1986 год. Дальше. Второе поколение. Как видим, оно сохранил кузов. В принципе, похож. Бампера остались похожи немного. Ну, вообще, он остался... Ну, чуть-чуть так похож. Вот именно сам скелет. Так. Немного остался похож. Добавилась, кстати, такая дверь. Он выпускался с 1986 под 1996 год. То есть, 10 лет. Дальше. Третий L200 он сохранил от этого. Вперед небольшой, но стал более современней. Ну, и вообще, он, конечно, сохранил стиль. Но все равно стал более такой гладкий, а не резкий. Здесь такие обрубленные резкие углы, как бы. А здесь он стал такой более гладкий. Третье поколение выпускалось с 1996 под 2006 год. То есть, тоже 10 лет. L204 поколения. Он стал чисто каким-то новым. Конечно, сохранился кости какие-то, может, так не видно. Можно так назвать. Небольшие от предшественника. Но все же стал более другой машиной. Он выпускался с 2005 по 2014 годы. 9 лет. L205 поколения. Он выпускался с 2015 по нынешнее время. И вот его, так сказать, рестайлинг. Вот такая задняя часть. Плюсы и минусы. Салон. Премьера. Mercedes-Benz GLE. Jack POPRYGUN. Вот такой вот новый Mercedes. Вот такая задняя часть. Это я читал. Ну, решил пометить. Такая задняя часть. Второй отсиденье. Салончик. Плюсы и минусы. Ручки прочь. Премьера. Ranger Rover Evoque нового поколения. Видим, ручки в нем. То есть, это такая функция типа антиворовства. Но все равно стекло разбить можно и залезть. Но все же это уже выглядит современно. Так, так. На Velar очень похож. Задняя часть. Салон. Премьера Mazda 6. Буржуазная революция. Буржуазная революция. Правильно. Вот такая Mazda красивая. Можно посмотреть видео. Вот, если кому интересно. Дальше. Такая задняя часть. Фу, салон. Задняя часть. Багажная. Блин, это что за чушь? Боковая часть. Задняя часть универсала. И такая вот Mazda. А так же, ты любишь сидений. Лев, у которого дети. Премьера. Peugeot 508 GT. Ту, 508. 5008. Вот такой вот красавчик. Вот такая задняя часть. Боковая часть. Вот такая задняя часть. И вот такой вот салон. Я просто спешу, поэтому запинаюсь. Подожди. Это, кстати, от Peugeot. Видим? Видим. Очень похоже. Это и есть Peugeot. Просто это другая статья потом. Вот так вот у нас. Второй ряд сидений. Такие вот опции. Беги, Форест. Беги. Тест. Subaru Forester, Kia Sportage и Hyundai Tucson. Значит, самый дорогой Subaru Forester и самый дешевый Kia Sportage. Вот такие у нас машинки. Hyundai Tucson. Кроссовер третьего поколения. Машины второго поколения продавали как ix35. Ну, мы уже знаем. Дебютировал весной 2015 года. Значит, дальше. Kia Sportage. Машину четвертого поколения представили в сентябре 2015 года. Во Франкфурте прошлой осенью ее обновили. И Subaru Forester. Форик пятого поколения впервые показали в Нью-Йорке в автосауне в марте 2018 года. Базируется на модельной платформе SGP. Машина для нашего рынка собирают в Японии. Вау. Салон Hyundai. Сам Hyundai. Салон Kia. Салон Kia. Салон Kia. Сабарик. Сам Subaru. Задняя часть Kia. И этот... Это кто не знал Chevrolet Niva под именем ВАЗ-21-23. Ну, уже General Motors отказался от Chevrolet Niva. И теперь это Lada Niva. Это первое поколение Subaru. Я так понимаю. Это первое поколение Kia Sportage. Hyundai Santa Cruz. Салон Kia Sportage. Вот такие задние части. Значит, первое место у нас занял Subaru Forester. Третье место, последнее Kia Sportage. А, нет, подожди. Hyundai Tucson. Hyundai Tucson занял тут. Третье место. Какие средние размеры? Ну, короче, вот какие можно купить еще корсоверы с полным приводом за миллион гривен. За великой стеной тест Haval H9. Вот такой красавчик. Вот такой вот солнышек. А вот такой вот автомат. А вот такой вот второй ряд сидений. Вот такая боковая часть. Вот такая задняя часть. Вот такие плюсы и минусы. Багажный отсек. Третий ряд сидений даже имеется. Эксперт автомобильные гаджеты. Эксперт выбор семейного авто. Кроссоверы за 300 тысяч гривен. Это Renault Duster. Nissan первого поколения. Nissan Qashqai первого поколения. BU кроссоверы, точнее BU. Mazda CX-7 первого поколения. Какого? Suzuki Grand Vitara третьего поколения. И Subaru Forester третьего поколения. Можно купить за 300 тысяч гривен. BU-шный автомобиль. Актив экономим на Каско. Стоп машина. За рулем ресурс. Электрический стояночный тормоз. Электрический стояночный тормоз. Оригинал Lincoln какой-то. Не знаю. Я знаю марку Lincoln. Но я никогда не видел таких машин. Только одну машину. Марки Lincoln. Не знаю. Только не помню ее второго имени. Ну это как Kia Sorento, Deolanos. Вот помню Lincoln у нас один ездит по дорогам. Оригинал спортивной новости. Никому не нужный. Оригинал музея Renault. Оригинал советские гоночные автомобили. За рулем транспорт. БелАЗ 7513R плюс БелАЗ 78250. Вот такие у нас БелАЗики. Интерактив экзамен на дому. Вот такие у нас картиночки красивые. Интерактив любозналки. Интерактив советы бывалых. Ну и анонс на следующий выпуск. В ближайших номерах. Мерседес Бенц Б-класса дебютировала в третьем поколении. Шкода Скала бросает вызов Гольфу и Фокусу. Фольксваген Гольф и Форд Фокус, если что. Рено Каджар. Что в нем изменилось? Нечитаемые знаки и разметка. Как избежать штрафа? Ауди Етрон в деле. Премьера будет. И вторые руки. Стоит ли покупать поддержанный кроссуэр Моздэ ЦХ5? Ну на этом уже и все.